всем привет уже с 9 декабря мы начали выкладывать потихоньку новогодние ролики но новогодних роликов мало не бывает и сегодня у нас будет пряничный день сегодня мы целый день будем готовить пряничные домики всех возможных форм и размеров раньше я делала только большие дома пример одного из них вы видите сейчас на экране я не помню точно размер этого дома но весь он где-то килограмм 10 он делался для школьного новогоднего праздника соответственно его должно было хватить на большое количество детей поэтому он был очень большим здесь было съедобно абсолютно все украшен он был шоколадом и глазурью речка была сделана специального кондитерского геля синего она тоже была съедобна мостик и основы так называемая земля были сделаны из молотую овсяного печенья с небольшим количеством масла также мостик покрыт был белым шоколадом кирпичики нарисованные молочным шоколадом а сверху все посыпано кокосовой стружкой для эффекта снега заборчик сделаны из обычных соленых палочек с кунжутом олени это также имбирные печенье украшены шоколадом трех видов елочки сделаны также из глазури который покрыта крыши и основания и на создание такого домика у меня ушло два вечера где-то на самом деле все не так уж сложно если заранее сделать выкройки все очень быстро легко собирается но сегодня мы поговорим подробнее о маленьком пряничном доме чем ближе новый год тем чаще всплывает картинки с этими миленькими произведениями и сегодня расскажу как их можно сделать и для этого нам понадобится масло патока коричневый сахар яйцо корицы молотые имбирь мускат на орех и немножко гвоздики а также мука и сода но единственный момент данный вариант теста больше подходит для так называемых ибирно-пряничных печенек и маленьких домиков а вот для больших домиков подходит совсем другое тесто о котором мы сегодня поговорим чуть позже приступим к созданию теста и для начала нужно взбить сливочное масло до кремового состояния теперь настало время сахара и патоки мы также добавляем все это к маслу и взбиваем пару минут до однородности вместо патоки можно использовать темный мед но желательно использовать патоку потому что она не аллергенна если вы захотите сделать такие пряничные домики или печеньки в подарок а не знаете если там у какого-то человека аллергия на мед то патока самый лучший и верный способ но если припадку не найдете то все-таки можно остается совсем чуть-чуть мы добавляем яйцо в масляную основу взбиваем до однородности и параллельно смешиваем все сухие ингредиенты мучную основу мы постепенно перемешиваем в масляную лучше всего это делать именно частями чтобы тесто лучше перемешалось и не было никаких комочков тесто готово оно должно получиться вот таким вот немножко липким остается его только завернуть в пленку и убрать на 3 часа в холодильник можно разделить на несколько маленьких порций если вы уже знаете то например что вам нужно приготовить совсем чуть-чуть печенье к остальное оставить в чем корейке до трех дней то есть это можно подготовиться заранее а можно и еще заранее подготовиться и заморозите в течение 3 месяцев но перед тем как вы захотите печь его нужно будет на ночь убрать просто в холодильник и шепана равномерно растаял и с ним можно было легко работать когда мы достали тесто из холодильника его нужно помять что бы оно стало более quad primitive многим в работе и чтобы легче было раскатывать тесто мы посыпаем стол мукой скалку тоже немножко мукой и раскатываем все до толщины 4-5 максимум 6 миллиметров чтобы заготовки не деформировались при переносе я советую сначала перенести тесто а потом уже начать вырезать нужные нам заготовки остается только вырезать нужные формы и все запечь я нарисовала схему сама но в интернете можно найти и уже готовой схемы и распечатать и просто вырезать нам получается нужны две половинки треугольной крыши и дырочка посередине если вы хотите их надевать на чашечку две прямоугольные стенки и крыша ну соответственно просто остается все вырезать по контуру в нужных количествах не забываем что на каждый домик две прямоугольные стены 2 с треугольным основанием и и две крыш я сделаю круглые окошки ну просто формочка проще чем вы вырезать квадрат и я сделаю два вида окошки я сделаю окошки на основной половинки дома и такой маленький чердачок с передней стороны теперь убираем излишки и отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 8 минут и так печенье готовы и перед тем как приступить сборки конечно же нужно полностью остудить и еще один момент при выпечке в этой части она немножко уменьшится деформируется все того что печенька увеличивается поэтому пока она горячая сразу же немножко ножичком подправьте это место чтобы точно все влезло и потом начинать остужать этот процесс нельзя затягивать потому что она очень быстро остывает и моментально твердеет поэтому сначала начните работать с теми частями которые нужно подровнять а уже потом перекладывайте все остальные и пока печенье остывают мы приготовим глазурь глазурь я буду делать из воды сухого яичного белка и сахарной пудры также я еще добавлю немножко мятного экстракта чтобы появился такой более интересный вкус классический вариант глазури делается из сырого белка но это не всегда безопасно поэтому лучше использовать такие вот специальные яичные пудры которые продаются в кондитерских магазинах чтобы избежать различных неприятностей с использованием качественного пример сырого белка и так воду и белок взбиваем точнее перемешиваем сначала потом будем сбивать мы слегка слегка совсем объединили и теперь начинаем постепенно засыпать пудру вот с количеством пудры конечно же вопрос потому что все будет зависеть от консистенции которую вы захотите получить более жидкую более густую смотрите по обстоятельствам во время сбивания масса должна превратиться в плотное безе то есть вот из когда вы готовили без они вот этот окончательный момент устойчивые пики вот точно такая же консистенция должна быть и у глазурь чтобы с ним было проще работать и она выступила в роли скажем так клея и мы все аккуратненько и соединили приступим к взбиванию глазурь уже готова и сейчас свой панель можно добавить краситель по желанию но я не буду это делать я хочу просто скажем так черно-белые пряники и немножко какого-то вкуса ваниль клубничный экстракт виноградный мятный как угодно я добавлю мятный итак какая глазурь должна получиться на выходе то есть мы поднимаем и она вот держит форму никуда не течет такой глазурью удобнее украшать пряники и соединять их если вы вдруг захотите полностью расписать пряник с внешней стороны тогда нужно делать более жидкую глазурь чтобы ее было проще распределить по поверхности пряника ну либо оставить ее такой густой и не пугайтесь если вдруг у вас получилась очень густая масса или очень жидкая это все контролируется либо путем добавления воды и вы получите жидкую глазурь либо добавление сахарной пудры и масса снова вернется в плотное состояние если у вас очень большое количество домиков то нужно позаботиться о том чтобы глазурь не высохла основная и для этого можно взять любое кухонное полотенце смочить его отжать чтобы она просто слегка осталось важно не надо чтобы с него текли там ручей накрываем мисочку и глазурь будет оставаться в нужном состоянии если например вы устали и не успели все оформить в таком же состоянии с накрытым полотенчиком влажным убираем в холодильник и на следующий день она будет ровно такой же она не засохнет и с ней ничего не произойдет и вы сможете продолжить работу если вы также будете использовать кондитерские мешки любые не важно одноразовые многоразовые удобнее всего их вот так свернуть надеть на руку или на стакан и собственно переложить все тогда во первых это удобно во вторых вы не пачкаете ничего вокруг а если вы будете использовать стакан то у вас будет свободно две руки и вам будет проще перекладывать массу и соответственно у вас не испачкается верх и тогда нужно будет все поднять и опустить соответственно массу вниз закрутив вот так вот то соответственно верх останется чистым и вы не испачкаете ничего не себя не вокруг ничего не испачкаете и когда масса закончится вам нужно будет положить новую соответственно вы также за чистые концы и снова отворачивать и наполнять очень удобно очень легко приступаем к сборке а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все, домики готовы У меня, правда, получились такие хорошие домики Но, в принципе, они неплохо смотрятся на чашки Можно сделать их и еще меньше Но, как показала практика, собирать маленькие дома гораздо сложнее, чем большие Я думаю, что у вас все получится Приятного вам чайпите И не забудьте сегодня еще посмотреть одно видео Где я буду показывать, как собирать большие дома До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok